Всем привет! Это девятый урок программирования Roblox Studio на языке Луа. Сегодня мы будем делать апгрейд фермерского домика. Мы сделаем из него умный дом. Что такое умный дом, знаете? Дом, который заказывает вам пиццу к обеду, включает камин, когда холодно, открывает дверь, когда пора идти в школу или на работу. Ну, что-то такое. Я начал сегодняшний Place. Помните, что такое Place Place? Это уровень в Roblox. Вот этот Place я сделал из темплейта Village. Я удалил все дома лишние, оставил деревья, удалил всех NPC. Так что у меня остался один домик. Причем этот домик был без двери. Дверь я тоже в Toolbox взял. Какую-то дверь. Друэй. Так, что еще я туда добавил? Добавил свет. Лампу тоже из Toolbox. В ней нет скриптов никаких. Камин уже был. Камин здесь сложный. Мы к этому еще вернемся. А, вот. Еще, так как я вам сказал про обед. Пусть обедом у нас будет пицца. Пиццу тоже добавил из Toolbox. Так, чтобы менялось время суток, вы, наверное, видели подобные видеоуроки, мы добавим течение времени. Течение времени влияет на весь Place, на всех. Все игроки будут видеть это течение времени, поэтому скрипт размещаем в этом окошеске Explorer. Находим сервер-скрипт-сервис, плюс добавляем скрипт. Сразу скрипт переименовываем правой кнопочкой, ну или как угодно вы там переименовываете. Не важно, как называется этот скрипт, это название для вас, чтобы вы не запутались. Вот видите, Day and Night. Так, время у нас измеряется в минутах. Кстати, напоминаю, помните, у меня есть урок, который, один из начальных уроков, я рассказываю про освещение, про тени и так далее. Освещение, общее, Ambient, оно у нас вот здесь находится. Workspace, Lighting. Нам будут интересны такие параметры. Время, 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 вот Time of Day, Clock, Clock Time. Вот если я подвигу этот бегунок влево-вправо, то видно, что солнце заходит и так далее. Я хочу, чтобы время у нас менялось в ускоренном темпе. Иначе мы тут замучаемся ждать, пока все это отлаживается. Я сделаю бесконечный цикл, и на каждое его повторение мы будем прибавлять одну минуту. Дело в том, что здесь время будет измеряться в минутах. Кстати, вот насчет времени и насчет всего. У нас курсор стоит на Lighting. Включаем View. И здесь есть такая штучка, штучка называется Context Help. И мне конкретно по этому Lighting покажут подсказку, какие есть функции, что она умеет делать. Properties, Properties. Мне нужны функции для того, чтобы узнавать время и задавать время. Сейчас мы до них долистаем. Вот, Functions. Get minutes after midnight. Функция без параметров. Вот эту штуку запускаем. Game.Lighting. Двоеточие. Get minutes after midnight. И нам возвращают число. Сколько минут прошло с полуночи. Ну, вот можно. Где находится Луна. Дирекшн. Направление. Нахождение Луны. Узнать фазу Луны. Ну, наверное, интересно, если вы игру делаете про оборотней, про каких-то. Или делаете симулятор фермера. Знаете, что нужно клубнику садить при какой-то там фазе Луны. Я считаю, что это все ерунда, конечно. Так. Узнать направление Солнца. Во. Вот нам нужно установить минуты после полуночи. И вот здесь можно указать, сколько минут после полуночи. Хорошо. Вот этой вот функцией мы и будем пользоваться. Так. Ахелп закрываем. Нам уже не нужно. Local. Минуты. Начнем мы с 12 часов дня. 12 часов дня. Это после полуночи, да? У нас 12 часов. 12 умножить на 60. Почему умножить на 60? Потому что у нас в каждом часу 60 минут. А мы должны указывать время не в часах, а в минутах. Ну, догадались, наверное. Математика второй класс. Первый класс даже. Здесь бесконечный цикл. Циклами этими вы знакомы. While true do. И здесь мы должны увеличивать наши минуты. В каждом повторении цикла мы будем минуты прибавлять к минутам, к текущим прибавлять единичку. Minutes равно Minutes плюс 1. Отлично. Но здесь мы должны эти минуты куда-то применить. Мы должны установить, воспользоваться этой функцией. Помните, которую мы сейчас в хелпе посмотрели? Внутри проблокса. Minutes. Вот. Но чтобы она сработала, мы должны указать, где применить это к нашему свету. Поэтому пишем мы game.lighting. Ну, надеюсь, я все правильно написал. А, вот что я еще забыл. Обязательно, чтобы игра не зависла, нужно паузу делать. Wait. Хоть минимальную паузу, но обязательно. Потом у меня будет урок про параллельные процессы. Вот. Я расскажу, почему там. Нужно ставить паузу, чтобы не зависала игра. Но мы здесь укажем еще и сколько ждать. 0.03. Минимальное возможное ожидание. Здесь мы указываем время, сколько ждать в секундах. Видите, я меньше секунды, сильно меньше секунды указал, чтобы мы видели движение Солнца визуально. Запускаю. Надеюсь, все у меня правильно, без ошибок. И сейчас мы увидим, как Солнце и Луна движутся. Да, вот Солнце заходит. Знаете, наверное, даже надо ускорить. Где там Луна? Луна движется. Отлично. Наверное, нужно даже ускорить время. Потом, конечно, замедлите. В настоящей игре некрасиво, когда Солнце движется так быстро. Поэтому в настоящей игре можно будет, если вы хотите медленное движение, просто большую паузу здесь делайте, например. Каждые 10 секунд у вас прибавляется 1 минута внутри игрового времени. А нам, нам как раз для того, чтобы мы быстрее смогли отладить все ошибки, пока мы все это делаем, мы сделаем вот так. Прибавлять будем по 10 минут. Давайте я быстренько посмотрю, как движется Солнце. Если довольно быстро, то приступаем уже к природным каким-то аспектам. Как показать, что здесь холодно на улице? Ну, я не придумал ничего лучшего. Из самого простого, конечно. Как сделать утренний туман? Кто-нибудь сталкивался с таким туманом? Ну, например, туман бывает с 3 часов ночи до 6 утра. К примеру. Конечно, он всегда по-разному здесь бывает. Давайте, где же туман? Где у нас туман находится? Давайте поиграем с ним. Вот, у нас как раз курсор стоит на лайтинг. Листаем вниз. Вот есть вкладка Fog, туман. Цвет тумана менять не будем. А вот есть... Я уже про туман объяснял. На уроке очень подробно. Мы там смотрели на цвета, на то, как это все действует. Просто сейчас говорю, как включить туман. У меня... Уменьшаем... Конец тумана. До 50. Такой туман нас устроит. Видите, в 50 стадах уже ничего не видно. Если мы здесь сделаем, например, 150. А вы знаете, вот такой туман более похож на настоящий. Пусть 150 будет. Отлично. Но так как я здесь не программно, не в скрипте написал, а сразу задал значение тумана в лайтинге, то туман у нас не меняется. Вот он как есть, так и есть. Не хочу, чтобы у нас во время солнца этот туман присутствовал. Что делаем? Можно создать отдельный скрипт, а можно проще поступить. Вот у нас есть уже скрипт, где в минутах мы измеряем время. Просто вот здесь, внутри цикла, не вот здесь. Потому что вот эти строчки, седьмой, восьмой, они никогда в жизни не выполнятся. Почему? Потому что этот цикл бесконечный. Он бесконечно крутится. А почему он бесконечный? Потому что здесь вот это слово. True. Истина. Пока истина. Но истина у нас в чем сила, брат? В истине. Поэтому строчки наши вставляем для тумана сюда. Давайте узнаем время. Не узнаем время, а сравним. Если время, если минуты больше, больше или равны, трех часов ночи, опять же умножаем на 60, потому что мы в минутах, и, and я пишу, и, сложные условия, и те же самые минуты, меньше или равны 6 утра, здесь опять умножить на 60, then, тогда делай туман. А иначе, else это иначе, а иначе убирай туман нафиг. Так, как делать туман? Все просто. Пишем. Game. Lighting. FogEnd. FogEnd мы заносили 150 значений. Ну, вот, где-то тут видите, да? 150. А оригинально там значение было, по-моему, у нас 10 тысяч. Вот. Так что, когда у нас там 10 тысяч, туман исчезает. 10 тысяч. 1, 2, 3, 10 тысяч. Ну что, есть предположение, что то, где стоит пауза, и то порядок вот этих строчек, он здесь не важен. Потому что, ну, какая разница? Мы в начале прибавили 10 минут, установили время внутри, ну, положение солнца, потом подождали. Или мы все вот это сделали, потом подождали. Ну, обычно я делаю вот так. Паузу, конечно, жду после того, как я что-то уже сделал. Логично, наверное. Видите, я отступы делаю красивые, чтобы было видно структуру нашей программы. Под while, под циклом, мы должны видеть, где кончается наш цикл. Не сплошную вот здесь вот строчку, все начиная сначала, а вот здесь с помощью отопуляции двигаем. И внутри if, внутри условия if тоже, видите, сдвинуто. Я поэтому вижу, если это условие сработало, что у нас время сейчас от 3 до 6, тогда делай вот это. Иначе делай вот то. Так, ну, очень надеюсь, что у меня все заработает с первого раза. Начинаем мы в обед, ночь, Так, ребят. Или у нас слишком быстро все идет. Или я с туманом что-то не то сделал. Но ошибок в любом случае нет. Так. Давайте не будем на этом тратить время. на этом тратить время. Если что, в комментариях можете написать, где я ошибся, почему туман не видно. Или время, может быть, замедлить. Но не хочу я на это тратить время. Так, что мы будем делать во время тумана? Не во время тумана. Давайте подумаем, как же теперь превратить наш дом в умный дом. так как у нас дом находится в отдельной папке Structures House. Structures – это структуры, какие-то, значит, строения. И вот у нас есть наш единственный домик – house. Вот я скрипт буду делать внутри этого хаоса. Плюс и добавить скрипт. Добавил. и переименую этот скрипт Smart House. Вот, Smart House. Так, давайте я отсюда скопирую текст в Smart House. Минуты нам здесь не нужны. Хотя, понимаете, эти минуты они находятся только внутри этого Smart House. Так что, я не могу здесь читать эти минуты и сравнивать. Я должен эти минуты получить. Как получить? Помните, как узнать какое время у нас в Lighting? Просто запускаем вот эту функцию. Она очень похожа на ту функцию, где мы устанавливали, только здесь нужно будет написать не set, а get. Получи. Все, теперь у нас в минутах объявил переменную minutes. Она здесь отдельная, сама только для нашего дома. Теперь в цикле в каждом повторении этого цикла я получаю время текущее и теперь могу сравнивать это время. Так, что же нам сделать? Давайте свет будем включать ночью. когда у нас темно. Я что-то сейчас не помню. Давайте, когда у нас темнеет. Да ладно, что? Сейчас. Придумаю, потом поправим. Если у нас, допустим, с 5 часов это 17 вечера, 17 до 23, или давайте до 22, здесь мы будем включать лампу, здесь мы будем лампу выключать. Лампа, лампа. Как включить лампу? Где у нас находится эта лампа? Дело в том, что я добавил лампу. Вот она у нас лампа. Ага, называется. И вот есть ее spotlight. Это как раз источник света. И вот этим enabled я могу включать, выключать. Лампу вы можете много добавить в свою игру. Просто не забудьте каждую отдельно включать. Итак, относительно нашего скрипта нужно теперь узнать, где у нас лампа находится. Так, она находится в агуме. Так. local lamp присвоить script parent дальше. Что такое script parent? Это где лежит наш скрипт? Наш скрипт лежит в хаосе. Хаос. В доме. После хаоса мы должны, чтобы добраться до нашей лампы, мы должны написать house.lights пишем lights. Дальше. Нам, кстати, не подсказывает Roblox, какие слова печатать, потому что тут мы хитро немножко, мы через родителей идем. script parent lights. Lights. Дальше идем. Опа. А у нас здесь два парта одинаковых. Давайте вот эту переименуем part. До нашей части мы не доберемся, если два одинаковых имени будут вот здесь. Видите, я переименовал просто part. part. Lights. Part. А, подсказывает, да, подсказывает нам part. Дальше идет Spotlight. Все отлично. Spotlight. И теперь нужно просто будет значит для включения нашей лампы, помните как включается на лампу? Enabled. Enabled. Выбрали вот Enabled где он пишется. Enabled True. И эта же строчка для выключения. Только вместо истины, вместо включения туда ставим False. И давайте понаблюдаем за нашим домиком. Я этот скрипт тоже первый раз запускаю. надеюсь без ошибок. Давайте зайдем в наш дом и посмотрим. Встанем у окошка. О, свет включился. Или не включился. Ждем. Включился. Выключился. Так, ребят, что-то я задал наверное маленькое время. Ну, давайте меньше 24. Ну, больше вот этого числа у нас быть здесь не может. потому что от нуля до всего 24 часа в днях. В дне. И давайте будем не 17, а например с 16 включать. С 16 часов дня. И меня это устроит. Потому что в полночь пора наверное спать. Или пора зажигать камин. Вот кстати, перед сном нужно зажечь камин. А камин у нас все время горит. Так, свет включился. Нормально ночь там за окном выключился. Ну ладно, вы можете и днем добавить. Кстати, давайте добавим еще, чтобы он утром светил. Мы же электричество зачем будем экономить? Это же игра. Так, тогда можно сложное условие. Смотрите. Так, первое условие мы в скобки заключаем, что лампу включать в таком вечером. Здесь пишем OR или вот в таком случае тоже скобки. Зен у нас осталось тогда. Сейчас я другое условие. И, например, лампу включаем, когда мы просыпаемся с утра, например. Включать в 5 утра с 5 утра до давайте до 9. Отлично. Вот сложное у нас условие уже составлено. Если минуты с 16 дня до 24, то включай, потом выключим. либо с 5 утра до 9 утра. Давайте посмотрим, если сработало. Переходим дальше. Я хочу камином заняться, честно говоря. Что-то у нас все время горит и мне это не нравится. Так, вот ночь. Тут мы поспали немножко, пора вставать, включили нам немножко, позавтракать. Нормально. Почему так быстро все моргает? Помните, мы в day night задали плюс 10 минут. Ладно, кто мне мешает? Пусть здесь остается. Вы у себя, конечно, уменьшите до 1 минуты, чтобы игроки не раздражались таким морганием. Так, все здесь отлично. Smart House. Кстати, раз мы сейчас дом автоматизируем, вот это мы разобрались с лампой. А здесь я буду с камином разбираться. Камин. это я комментарий поставил, что камин у нас находится вот здесь. Камин, коттедж, хард, вот он, хард, камин, и в нем сложные части есть. Сложные части, вот огненная часть, fire part, fire part, и вот есть particles, emitter, здесь так огонь сделали, еще и свет он излучает. Смотрите, можно свет выключить, видите, сразу темнее стало. Так, давайте мы его выключим, огонь, пока нам он не нужен. Пусть он всегда будет выключен, мы его будем включать сами. Particles, это вот эти огненные штучки, сам огонь, мы их тоже выключим, вот enabled. Так, и это еще не все. Тут оказывается у нас дымок все время идет. нам дым тоже нужно найти и убрать этот дым. Как найдем дым? Вверху здесь пишем по-английски, помните, как дым? Смог. Смог, вот мне сразу нашло трубу, но это еще не то, что нам нужно. Внутри этой трубы вставлен какой-то еще элемент, который дым дает. Теперь смело стираем здесь слово, и у нас курсор остался на нашей трубе. И вот я вижу эту трубу. Particle Emitter это тоже наш дымочек. Отключаем его. Дым прекратился. Отлично. Так, ну давайте теперь начнем с самого сложного, с трубы. Так, как нам нужно... Я, наверное, сейчас переменную сделаю камин, и она будет ссылаться вот сюда. Вот сюда, да. Heart. Ладно, давайте назовем ее просто Heart. Я не знаю, это по-английски или на американском английском, или везде так называется камин. Я что-то не помню. Так, итак, Parent. Мы в том же скрипте находимся, вот Smart House, который, да, поэтому путь такой же. Parent. Lights нам здесь не нужно, мы не лампой управляем. Давайте сотрем. Parent. Дальше мы идем Cottage. Cottage, потом Heart, потом Frame, потом ой-ой-ой-ой, я слишком дальше ушел. Пусть Heart. Here Heart. Так, ну а включать мы его будем немножко в другое время. Предлагаю его включать, греть заранее, ночью выключать, наверное, или, или, или нет. Так, со скольки мы его будем включать? Давайте будем включать его в обед с 12 до 2 часов и будем включать его еще ночью. Допустим, с 8 часов до 23. Маловато, но нам сойдет. Так, теперь мы не лампой занимаемся. У нас не ламп, у нас здесь должно быть просто Heart еще переводится как сердце. Heart. Действительно, камин это сердце вашего дома. Heart Enabled нам просто так не подойдет. Тут у нас долгий-долгий путь после Heart. Видите, Heart, потом Frame, потом Chimney и так пишем. Heart потом у нас идет Frame потом идет у нас Chimney Chimney Smoke потом идет у нас Particle Emitter Кстати, это просто старый пример Village. Я вам говорил уже, что устарело, они не обновили. Уже есть в принципе Smoke эффект такой. Там было бы меньше слов. Ну, когда будете делать, будет у вас место Particle Emitter Smoke. Все то же самое. Все, теперь сюда уже заносим True. В принципе, я все сделал, что хотел, почти. Я хочу еще, чтобы у нас пицца появлялась в обед. огонь добавлю, конечно, огонь и свет еще, чтобы свет шел от нашего этого. Так, ну, смотрим на дымок. Успеет дым подняться или нет? О! Particle Emitter говорит, не член этого Chimney Smoke. Окей, останавливаем. Неправильный путь у меня до огня этого карты. Hard Frame Hard Frame Chimney Smoke Вроде все правильно. Здесь могут повторяться имена одинаковые. В какой строчке? Вот в этой строчке False. Hard Frame Давайте еще раз смотреть. Hard в Hard мы заходим во Frame во Frame мы заходим Chimney Smoke Particle Emiter А, ребят, я вот что-то забыл. Я забыл написать здесь Enabled. Вот смотрите и поправляйте. Хорошо, что я не в комментариях попросил вас поправить. сложный путь до этого дымка. Смотрим успеет дымок подняться или нет. О, что-то я видел по-моему. нет, ребят, так просто не увидеть. Давайте замедлим скорость нашего движения. Кто всю суть урока понял, может не досматривать, потому что пиццу я буду тем же способом, как в восьмом уроке сейчас прятать. опускается. Так, а может у меня там просто изначально неправильно минуты в смарт-хаусе. Давайте я сейчас отладчиком здесь не пользуюсь. Так, просто будем печатать. Печатаем. Минуты вообще у нас растут здесь. Да, вот минуты бегут. Так, и можно тогда такую отладку сделать, например. Минуты бегут. Ну, значит смотрим. Включили свет. в некоторых играх, может быть, или фильмах вы видели, что дом разговаривает с хозяем. Включили свет. Выключили свет. дым. включили дым. Так, ну, смотрим. Отладочная информация у нас будет или нет. Включили свет, включили дым. выключили свет, выключили дым. Может, у меня детализация, конечно, стоит. Так, вот, включился дым. я его не вижу. Ух ты, как хитро тут сделан еще огонь. В нем несколько частей. Так, хорошо, давайте добавим теперь включим сам огонь. Огонь у нас находится не во фрейме, а fire part. Значит, hard fire part. И то же самое выключаем огонь. Так, давайте сразу третью строчку. Что еще у нас там? Какой-то источник света есть. point light. Тоже мы это должны выключать. Не светится наш point light labeled. Здесь мы зажгли свет от нашего камина. Здесь потушили. Если бы я создавал все эти детали сам то у меня и вопросов бы не было никаких. А я и дом и все прочее я из toolbox взял. И вот мы сталкиваемся с весельем продолжительным. Так, сейчас сразу в дом захожу. Так, костер горит, костер потух, костер сейчас включится. он включается. Помните, чуть попозже. Давай включайся. О! И камин стал гореть, и огонь стал идти. Ну, все отлично. Да? Вот он потухся, потух, нагрел наш дом, можно спать. Так, мне теперь не нравится, что у нас пицца все время стоит. Так, давайте теперь с нашей пиццей разберемся. Так, вкуснятина. Подразумевается, что вы, если будете делать что-то свое, то я надеюсь, вы не едите пиццу на завтрак, на обед, на ужин. Что вы что-то другое, наверное, разнообразите. Разные виды пиццы, понятно. Так, а где у нас находится пицца? Пицца у нас находится house и вот она пицца. Тогда с ней будет легко. Так, вначале мы эту пиццу должны спрятать. спрятать на склад и чтобы она появлялась только во время обеда, например. Как ее спрятать? В восьмом уроке я подробно про это рассказываю, а здесь просто я говорю, что я нашу game. давайте проще сделаем. Скрипт находится у нас там же, где пицца. Внутри хаоса. Нет? Да, нет, не внутри хаоса. Так, ну давайте пиццу перенесу внутрь хаоса, внутрь дома, чтобы было, ну логично, она же внутри нашего дома. И скрипт этот смарт хаос называется. Поэтому я могу, как я могу добраться до нашей пиццы? я могу написать вот так. скрипт точка parent. А parentом, родителем нашего скрипта является хаос. Так, что поэтому сразу точка и пицца. Ну вот она, пицца у нас есть. А теперь мы родителя пиццы нашей изменим. Так, у нас сейчас родителем пиццы является workspace structures house. Ой, game workspace structures house. внутри дома она у нас находится. Так, а мы сейчас ее вот сюда засунем. В хранилище на склад. Server storage. Game server storage. Все. Ну, давайте пока ее запустим. Первый эффект просто она должна исчезнуть. Мы ее не должны вообще на столе видеть. Ее как будто нет. У нас сейчас где-то в вакууме не портится. там даже сила деготения не работает. Видите, пиццы нашей нет. Очень хорошо. Так, насколько мы заказываем пиццу? пиццу. Насколько мы заказываем пиццу? Давайте мы закажем пиццу на 13 часов. С 13 до 14 у нас пицца будет на столе. Кто не успел, тот опоздал. Эти скобочки можно убрать уже. Так, это мы удаляем лишнее. Лишнее это старое. Можно конечно сделать одноразово, что пиццу в 13 часов, ну, по-честному будет, да? В час в 13 часов ее принесли и все, она остается на столе и будет там лежать. А можно сделать, чтобы она обратно исчезала и опять возвращалась. Так. Мы сделаем даже не так, мы сделаем вот так, local pizza. Чтобы не писать все время вот эту длинную скрипт parent pizza, мы теперь будем всегда писать пицца. Вот так. А теперь чтобы птица вернулась, просто пишем ее уже через переменную ее возвращаем. Pizza parent parent у нее gameworkspace можно указать конечно и дом, но это уже неважно. пусть workspace будет. Она просто появится у нас на уровне с теми же координатами там же где она находилась. Вот. А здесь мы ее опять будем прятать. В другое время. Pizza parent game server storage. Интересная штука. Так, ребята, у меня там ошибка. забыл, так как я делал копипасту, здесь else, а во-вторых здесь then. Иначе у нас язык луа с ошибкой. Вот, видите, у меня тут ошибка высветила. Ну, что, это последний штришок. Если все заработает, давайте вы подумайте, какой бы вы супер том сделали умный. Нормально. Свет выключили, пицца исчезла. Как в настоящей жизни. Давайте дождемся ее появления. Это я целую ночь жду. Где же пицца? Где же пицца? Не забудьте отключить вот эти отладочные принты. Некрасиво выглядят. Так, уже утречко. Медленно время идет. так, это мы как бы спим. Так вот, ждем, пока ждем пиццу, рассуждаем, какой умный. Вы можете сделать умный замок, например, у которого ночью поднимается мост через ров, и ночью вокруг замка начинают бродить зомби. Вы их точно так же, как пиццу, можете прятать. Можно клонировать, но для клонирования монстров, посмотрите восьмой урок, посмотрите. Так, я не понял. Это утро еще, да. Это мы утром включали свет, понятно, здесь камин уже, о, пицца появилась, ну, все отлично, жить можно. Так, на этом урок заканчиваем, подписываемся. Меня просят в комментариях всякие сложные темы делать, но дело в том, что мы тут с группой ребят изучаем Роблокс, идем от простого к сложному. Вот, вот этот урок, ну, вот как раз для ребят. Много ребят других, которые из интернета читают про Роблокс и хотят какие-то там летающего супергероя, кидающего фаербол и так далее. Я это буду выпускать, ну, наверное, тоже буду писать, что это урок, потому что это не не урок. Если какой-нибудь бонус будет, то будет называться видео не урок. Это уже все, не важно. Придумаем потом терминологию, потом переименуем, как захотим. сообщаем, кто Роблоксом интересуется, что есть вот такой интересный канал, где мы программируем от простого к сложному. Скоро доберемся до чего-нибудь крутого. Ставим лайки, можно колокольчик ставить. Все, всем пока.